Музыка 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 Старики Токас 112 Почему в древности перестали делать Ну я против И там сверлить А древо жизни Офис фирмы В кадре Инженер Сергей Павлович За сместницом директора Всем привет Сергей Янович это как сказал смешное слово Но за что вы на серьезный лад И короче это стапа понесло Нельзя такое говорить В нашем офисе серьезный лад Так ну давайте Без предыстории Сразу В прошлом видео Мы обещали Сделать маленький краш теслу Токас 112 И Сказали вот кто нам Замки присылает Про того мы Короче Будем Задывать В наших видео Поэтому те кто Жмется Не высылает нам Замки То мы про него И не рассказываем Хотите чтобы вас Один чувак Прикинь Вообще Вообще Варисчик Вот смотрит видео Я просто не буду говорить откуда У меня замок есть Нормальный дорогой замок Для электрон С электронным Как его Запиранием Я вам вышлю Говорит Он дорогой Он 4 тысячи стоит Говорит Ну вы там где-то В своих видео Его раз этот Ну поломаете Покажете обзор И меня вспомните Так Ну вот ребята Токос 112 Да Был такой замочек Ну вот Ключ Серега С Полтавы Бронедвери Стало Такой вам код посложнее Сделало Чтобы его не могли Открыть Ага И Ну я предлагаю Начать краш-тест Именно С Как его Ты пробуешь Отмычками Да Ну так как мы У нас канал такой Любительский Угу То есть мы Профессиональными инструментами Не пользуемся Угу Мы Попробуем Делать ее Отмычку Скрепками Из ключа Ага Так чекай Ты ключ и так Открываешь А нет Я не понял Сейчас увидишь Фу А ты просто Зараспыляешь Скрепки Ага Наталья В прямом эфире Меняем пароль Да Пользуемся Написником Который Прислали нам Из новой Каховки Советский Еще Да Ну я делаю Так как делал бы Ну Простой Шнифер Шнифер Так сказать Который Побачив в первый раз Замок Да Но дело в том Что Вы не судите строго Про этот замок Потому что это Один из самых Простых Ну Замков Самая бюджетная Серия Угу Потом В следующем видео Мы наверное представим Более интересный замок Токас Геркулес Угу Там уже посерьезно Ну цена Тоже будет хорошая Поэтому Так Сказать Так Ну вот Мы сделали Очень милые ручки наши сделали Впрочем Мы пороли обновлены Так Давай проверим Будет ли она крутиться Я так подозреваю Что нет А нет Крутится Что-то крутится Так Ну что Погнали Так Ну какая Стандартное открытие Дать натяг Угу И Попытаться Попытаться Педебрат и пароль Да То есть Мы Не вспомните Где тут были эти штуки Угу 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 Ключ Туда Фигню Повернул То Тебе надо Вытаскивать И Опять Поворачивать То То есть Получается Надо На самом Конец То есть Получается Надо В это В исходное Положение Значит На тях Моя бутыки С этой Кремой Тогда Надо Еще Один Ну Получается Так Давай Попробуем Господи Тебе Серега Спасибо тебе за замок Можем делить Что хочешь Делать Ох Вот такая у нас фигня получилась Угу Видно Ну Давай Еще раз Делаем натяжок Ага А вот так вот он нифига Вот так Крутится Короче Максимально Короче Нифига Не Крутится Если Пройти От конца Мы Потом И назад Не можем Ростановить Потому что Нам надо Крутить Дальше Да Назад Вертать Да Вот в чем фишка вот этого древнего замка Конечно Я Понимаю Что Почему их в древности перестали делать Ну сто лет назад Угу Потому что наверняка Ну придумали какие-то инструменты в то время Угу Шниферы И И Забуло их теперь Не Да И стали успешно открывать эти замки Понимаешь Теперь их забуло И их конечно Ну стали усложнять Переделывать Там Там все Ну Вот А Новое это хорошо забытое старое Ну а потом Когда Сделали новые замки А этих не было Тогда Отпало Умерли те старые Медвежатники Которые И инструменты Естественно Ну секреты Пропали Ну По новому Я думаю что сейчас нет смысла Целый час его Крутить В принцип Вы поняли что Мы когда поворачиваем диск Вот Мы его допустим Пытаемся повернуть Вот То Потом чтобы вытащить отмычку Надо ее повернуть назад Да То есть Возможно я сделаю Нормальный инструмент и мы его откроем Но вот так вот слету Не получается Чтобы вот так вот взять И вот так вот Раз Он не откроется Потом Вот Чем отличается Вот такой Зумок Да От Стандартного Вот Видя Да Вот Стандартного Блоя Да Что Вот Здесь Можно Теоретически Высверлить Вот Эту Ну Цилиндр Крышку И высыпать Штырьки Я предлагаю Вот Так И Попробовать Выставить Ну как без сверления Ну да Да А потом Мы обещали Забить Душку Средину Да Тоже Выломать Да Представим себе Жулик Взял Этот Замок И В этих Как его Каким-то образом Зафиксировал Ну В дверях Так Чтобы Можно было Сверлить Да 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 Потому что В руках Вот так Я бы побоялся Сверлить Потому что Все очень дело Острое Оно может сломаться Слететь в сторону И Я вообще не рекомендую Самому Так Просто Так Сверлильной Штукой Не повторять В реальном Житине Да Потому что Можно Остаться Без пальцев Не смотрите Шуруповер Такой Вроде бы Легенький Оно 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 Таким способом Вкрывают Все замки Оглой Как бы Шансы По Оглой Опротив Сверлильной Вот этой Байды Внимая Внимая Да Ну Сружка латый Душа радуется Да Давай побольше Скоро Да Можем Больше Скоро Давно Покажи Что получилось Ну Что тут такое Ну Как Мне подобается Мне подобается Ну Мы специально Не сверлим С одной стороны Оно Больше взяло А с другой Меньше Ну Да Сверлиной головкой Плюс Оно Оно Можем Держится Так Идеально В реальном Можем Кот Требы Можем Можем Требух Можем Скоро уже видно металл и инсиллерий, не? Тот самый. Не знаю. На всяком случае пока. О! Майже просверлили. Ну, снизу еще не взял. Слева-снизу. 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 Выше до меня. Ура! И все. И что? Вот если бы это был вот такой замок. Ну, вот этот замок был бы. Покажи на табору. И мы его так просверлили. Мы бы выкинули все диски. Угу. Ну, а что вот здесь происходит? Дивимся, что тут будет с дисками. Что будет с дисками? Я знаю, что будет с дисками. Ни один диск не выпадет, Сергей Венович. Понимаете? Не выпадает. Ну, в принципе, если очень-очень сильно постараться, конечно... Да. Да. Уже сыпется. Ой. Ну, если сильно-сильно постараться... Ну, в принципе, можно вытащить. Да. Ну, вытаскивай. Подожди, мы тогда тест на забивание не провели. А, то есть получается, что, я скажу, мы... В принципе, ну... Мы его открыли, да? Давай еще сделаем тест на... Ну-ну-ну, выбивай. На забивание внутрь, как я говорил, чтобы вот эту крышку выбить. Мы ее, конечно, ослабили, она уже легче будет. Ну... А потом все-таки будем, ну, уже до конца открывать. Давай, пробуем. Давай. Андрей, что я придумал, Сергей Венович? Угу. Тест на забивание. Дело в том, что... Ну, в реальной жизни, конечно, забивать... Кто нам не даст, да? Замок, который висит на петлях. На петлях, да. И вот так вот поставить и бить туда кнопочки. Слушай, оно само было? Да, слушай, мы его открыли. Слушай, вот он не был закрыт. Какая разница? Не, ну ты ж крутил, он был закрыт. Ну, ты ж намагался его что-то там открыти. Да не, наверное, он был открыт. Ну, давайте будем все-таки... Вот, закрыт. Все, закрыт. Видите? Наверное, мы когда крутили, диски как-то там слибрировали. Можливо, да. Ну, опять же, это же самая простая модель. Ну, которая не защищена от высверливания, не защищена от, ну, ничего. И что я придумал? Мы сделаем тест на сжатие. Угу. Мы будем замок... А мы не будем бить, просто будем сжимать. Мы его будем сжимать, да. Вот, представим себе, что вот человек с такими большими тисками приходит. На справу. Да, на дело. И он говорит, там манал, я тут бить кувалды громко это все. То есть есть выдра, а у нас будет сжидло. Выдра выдирает, а у нас будет... Сжидло. Сжирает. Сжимает. Сжимает, да. Вот. И мне просто было интересно вот все-таки вот эту вот... Ну, ну, как вот эта штучка. Я помню, что ты с ней боролся так в новом видео. Да. И мы попробуем его просто сжать. Чекай, а ты, получается, выжимаешь и тут же... Ну, тут бортик есть. А, то есть бортик, получается, дашь нам зазорчик. Вот, видишь, бортик. Ну, ну. Походу мы его будем сжимать, сплющивать, но нам... Побачим, может, динамику, да. Сам ригель, по идее, должен выжимать вот эту коробку. Ну, ну, нормально. То есть задача не выгнать его аж до Певничного полюса, а просто... Не, надо посмотреть, да. Потому что, ну, когда молотком бьешь, понятно, тут упора, ну, не будет. Ну, сказать, вот это вы злодеев, учите замки в кровати. А я ведь без понятия были, что можно так делать, короче. А теперь будут знать. Ну, зато будут виробники знать, что... Ну, это же самая бюджетная модель, Кум. Это мы пока еще не дошли до модели. Плюс мы развеем иллюзию, что... Ну, что самая бюджетная модель не значит, что самая. Да. Что ваше помешкание... Слушай, ну, я вот это кручу. И все, да, и уже не да. И... Ну, а теперь можно стукнуть. А давай еще чуть-чуть сожмем. Скажи, ну, варвары. Не, ну, вот Серега молодец. Вот он загорелся. Я говорю, Серый, пришли еще один замок. Даже не так. Он сам, говорит, я посмотрел видео. Ага. Говорит, а ты сказал, что, говорит, кто присылает замки, про того и будем говорить. Ну, кому, до речи, подяка? Подяка... Полтава Бронедвери. Угу. Наш спонсор сегодня. Внизу будет... Видео на его магазин, да. Даже чеки выписывает. Ха-ха-ха. Если надо, кому чек, у него все там, короче, на компьютере. Чеки, правда, на формате стандартного листа. Угу. Ну. Так. Ну все. Вот. Теоретически у меня просто сил нет. Был бы Стас, он бы, конечно, крутил бы дальше. Ну да. Ну, чуть-чуть мы отжали. Дай ну. Ну, видно, что выгнуло сюда. Ну, так, звичайно, не фонтан. Не фонтан. Ну, теперь я предлагаю два варианта. Угу. Первый вариант. Как бы нам вот так вот эту штуку ступить. Закрепить, да, чтобы ступить сверху. Да. И вона не выскочила. Ну, вот так вот давай. Пробуем. Ну, все, конечно, деформация идет. Крупная. Давай вот так. Так будет большая площадь. Так лучше будет держаться. Вот так, да? Угу. Так уже держи мою штуку. Ну да. Його життя покрыли. Теоретически мы диски бы высыпали, но... Ну, бачишь, на такий шум би, якби десь закрывали десь в людном месте, то уже би сбегли себе якісь сусіди. Не, ну, вручную... Вже би ти привернул увагу своїм шумом. Шум був досить добрячий. Ну, вручную я тебе скажу. Фигнень. Ну шо, видно? Так, кто спонсор молотка? Ха-ха-ха-ха-ха. Докрыто? Шо, Сергеевич, долбанем по недостаткам? Давай, долбанем. Давай, долбанем. Ну... Ух ты. Посмотрим? Посунуло слухи, да? Угу. Ну, конечно, вот реальна жизнь, вот так он висит. Да, он тяжше долбануть. Но, а так, он же тут на завесах. Чай, дайну сюда. О! Видно, що посунулося. Да. Ну, а теперь уже, конечно, в принципе можно и отжимом. Да? Ну не будем дальше стучать. нет смысла бустил и разломаешь низко до стола вот так вот боковой удар говорят коллеги америки открывать сейф боковая так у них нет такой где сверить у них есть атака боковая верхняя там еще какая-то смотри всегда на замок сбоку когда не смотри прямо ты целишься в самую фигню который мод вылетел глаз мне кажется дальше он уже не идет за все круто эти отворите ски он даже упирается в диски еще ну конечно было бы интересно этот тест сделать на высячим замком ну да я даже знаю где это можно сделать у нас есть такой товарищ тут ярослав он тоже снимал видео ярослав привет зайдем тебе в гости постоянно вас приглашает мы можем компания снять видос у него есть стенд и тоже там все есть нам придется только замок камеру так так ну что давай еще раз давай добавим методички сыплются замки фурнитура сыплются а то говорили хотели бы вы посмотреть как вы будете забивать каждого замка ребята есть свои слабые хелесово пита так сказать ну крышка упиралась это бескажу достойно видно да но теперь мы что делаем а теперь но теперь он даже открыть но мы забить забили забили забыла теперь его выбить назад перед у нас эта штука короче вся как бы выпадает а но у нас еще не забывай что была ослаблена дырка эта забивала она не так то просто видишь ну теперь понятно что просто теперь ты берешь просто выкрутку ты все бачишь ты все бачишь да и берешь мыкаешь туда-сюда раз я но это все час час часа часу обмуль магазин надо открыть это уже ты добряче нашумил я тебе скажу что стуканями и сверленням а тут все заблокировалось кстати сразу хорошо видно устройство видишь как корпус внутри замка вот мы пока забивали мы конечно тут все трошки погнули да но за мной все задать то есть опять же надо теперь теперь вариация это все зусиля зусиле теперь предоставили да сейчас цепится цепиться звук чути что навете не видно сейчас он и не открывается держится держит удар видишь То есть не все так просто, как кажется, что мы сейчас так раз-два и забили. Теперь его надо, получается, выбивать назад. И все, и оно открылось. И все. Был закрытый, проверяли. Да, короче, ну вот вам семинар по скрытию весного замка. Ну, по продолжении видео можно подивиться, потому что сейчас не видно, сколько часов забрался. Ну, я скажу, что для бюджетной серии замка, который предназначен для запирания незначительных каких-то помещений, да? То есть, ну, даже велосипед закрыть. Ну, ты можете представить, что кто-то будет твой велосипед возле магазина сверлить. Ну, он и будет такой. Понятно, что для гаража одного такого маленького замочка будет, ну, как бы, недостаточно. Ну, как для дополнительных замочек на гараже, как еще одна из перешкод. Так, так. То есть, даже если их три висит таких, то каждый вот, ну, сбей. Ну, давай я сюда сяду, подведом итоги маленькие. Так, и мы будем искать спонсоров для следующего видео. Есть такой вот замок, Токос, тоже называется, Геркулес. Токос. Вот, Геркулес уже усиленный замок. То есть, там я подозреваю, что вот так вот просто нам не удастся засверлиться и вот так просто забиться. Потому что, ну, в теории все хорошо. Ну, как говорил классик, суха теория, мой друг. А древо жизни пышно-зеленеет. Это точно. На этом наше видео будем заканчивать. Цели ясны. Задачи поставлены. За работу, товарищи. Субтитры сделал DimaTorzok